добрый день с вами империя пикчер и сегодня я покажу вам как нарисовать фаера маркерами если вас интересует тема рисования то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов и наше заочное обучение заходите обучайтесь вместе с нами для начала мы намечаем силуэт фаера начинаем с головы голова будет довольно крупная учитывая еще объем волос далее мы намечаем каркас тела и ног тело будет немножечко наклонено по диагонали ножки будут в разные стороны также я и намечаю ручки одна будет правая поднята наверх левая в принципе тоже но она будет вытянута тоже вперед и располагаться под второй рукой в принципе мы наметили где будет что располагаться теперь можем начать отрисовывать учитывайте что по бокам должно быть одинаковое расстояние снизу немножечко больше чем сверху и начнем мы рисовать с лица обозначим его овал верхняя часть будет в виде такого немного перевернутого треугольника который будет закруглен по краям верхняя часть лица уже будет больше напоминать прямоугольник сверху будут располагаться волосы вот такими вот образом причем как будто бы пряди будут идти поступенчато добавили с правой стороны и с левой точно так же мы делаем обозначая еще толщинку у каждого локона так сказать ниже добавляем еще один здесь толщинка будет более широкая чем основная часть и еще один то же самое нижняя часть будет пошире здесь такой маленький будет уголочек в принципе волосики у нас готовы давайте доделаем лицо лицо с правой стороны будет немножечко закругляться в месте где щечки находятся сверху давайте прорисуем очки и их дужку и сюда вот за ушко направляем прорисовываем по конкретней форму форма будет в виде многогранника а вот в центре будут овалы переходим к лицу мы намечаем носик в виде треугольничка глазки в виде овалов под щечками они прям будут располагаться также мы намечаем радужку и зрачок глазика тут вот сверху будут небольшие реснички а также мы добавляем бровки прорисуем ротик виде улыбочки и сделаем в краешке ямочку с левой стороны добавим зубки и просвет между ними позади шеи также у нас будут идти волосы мы их наметим аккуратненько лишнее уберем ластиком чтобы не путаться потом в линиях начнем отрисовывать тело сделаем шейку немножечко потолще и начнем с воротничка сделаем такой вот воротничок далее мы прорисуем ручку и и толщинку по направлению линий который мы с вами обозначили до этого рукавчик виде такого рукава фонарика на самом деле там такой защитный у него наплечник воротничок поделим на две части вот тут на груди обозначим такую эмблему в виде круга и руки наметим спинку здесь тоже сделаем овальный элемент кусочек будет виден далее сразу прорисуем ножки их толщинку не слишком широкие они будут правая нога будет продолжением тела как будто бы ровная линия будет там проходите левая немножечко отставлена в сторону мы начнем прорисовывать тоже ботиночек здесь снизу ботиночек будет повернут на нас обозначаем подошву тут вот на щиколотке такой будет ремешок и 2 ремешка еще ниже тут вот такой как элемент будет сапожек возможно или штаны так интересно пошиты добавляем сверху тоже два таких и овальных элемента и пояс а также посерединке будет бляшка на другой ноге точно так же мы прорисовываем такой элемент ботиночка добавляем подошву здесь уже нога будет повернута в сторону в бок и ремни добавляем точно так же как и на левые ножки и у здесь такой круглешочек круглешочки эти будут располагаться на коленках как на коленнике полагаю они такую роль играют в этом костюме уточнили линии перейдем к ручкам на ручках у нас будут перчаточки руки будут довольно такие крупные относительно мы прорисовываем 4 пальчика причем чем дальше они будут располагаться тема будет меньше видно а большой пальчик будет вот здесь сверху и намечаем такие перчатки которые обрезаны на пальчиках тут вот тоже добавляем такой элемент одежды на рукава и прорисовываем вторую ручку здесь тоже делаем защиту на плечика а также дополнительный рукавчик и прорисовываем саму ручку немножечко она будет располагаться дальше но в целом по длине будет такая же как и та которая ниже находится она будет открыта в ладони поэтому прорисовываем смело просто 4 пальчика один большой пальчик будет смотреть вверх и вообще большой пальчик находится немножко отдельно от всех остальных обрежем перчаточку на пальчиках и в принципе готова у перчаток снизу будет такой вот дополнительный ремешок в принципе рисунок готов и мы можем приступать к обводке линером и возьмем мы черный линер и начинаем обводить по контуру весь наш рисунок повторяя карандашный набросок а пока я вам напомню что в нашей художественной школе открылась заочное обучение теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома а получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать свое любимое дело своей профессии ссылочку на заочное обучение вы найдете в описании к этому видео и там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные 7 дней ждем вас к нам на обучение после того как закончили обводку убираем карандашик ластиком карандаш нам больше не нужен и можем приступать к работе маркерами над глазками сделаем линером черненькие реснички более широкой линии и можем начинать возьмем оттенок номер 136 это светло-бежевый цвет и закрасим им личико а также пальчики на ручках оттенком номер 107 сделаем тени они будут в области шеи под лицом на носики внизу также на нижней части лица в области подбородка и челюсти еще мы этот темный оттенок добавляем где у нас будет располагаться ротик ямочка под носиком тень а также в области волос где они соприкасаются с кожей там мы тоже намечаем тени пальчики подчеркиваем снизу тоже проявляя тень теперь опять берем оттенок номер 136 и аккуратно проходимся по границам делая плану тональную растяжку тональную и цветовую растяжку вот цвета к цвету чтобы смотрелось это красивенько и аккуратненько далее желтым оттенком номер 35 я сделаю нижнюю часть воротника вот эти вот рукавчики у основания руки также на локотник клепку на перчатки на штанишках элементы также ремешки на ботинках теперь возьму оттенок номер 121 это светло-красный имя сделал воротничок и в принципе все элементы одежды что у нас остались не затрагивая только центральную эмблему которая у нас на груди находится все остальное закрашиваем красный включая волосы и бровки аккуратно проходимся по краям далее я возьму более темный оттенок красного номер один это бортовый цвет им я сделаю пачки аккуратно по контуру и закрашиваем далее возьму одиннадцатый цвет и закрашу им тени на волосах как раз таки вот тут вот на боковых плоскостях прохожусь по ним аккуратненько и в целом сейчас создадим объем с помощью этого оттенка цвета здесь вот за шеи тоже затемняем и добавляем также на правую часть волос у краев затем мы добавим на рукав с левой стороны здесь вот на грудь на ножку слева сюда на ботиночке и на другой ноге точно также с левой стороны также на руку снизу добавляем на перчаточку и на вторую точно так же затемню плечико и вот тут по правой стороне на груди на теле также пройдусь этим оттенком затем оттеночком номер 33 это такой темно-желтенький я обозначу тени на желтых элементах тоже будут они проходить по левой стороне не на руках снизу можно подчеркнуть элементы немного добавим на воротник зеленым оттенком номер 59 я сделаю радужку глаз а серым оттеночком номер cg1 я сделаю уголки ротика внутри у ротика закрашиваю и также слева на ботиночке нанесу тень также сделаем брем на груди этим оттенком а красным 11 я сделаю руку возьму черный линер и добавлю его между зубками чтобы поярче смотрелось теперь нам остается это дело детали белым линером он поможет нам создать блики и сделать работу более законченной добавим на носик на глазки на бровки а также на светлые участки рук ног и волос также мы добавим блики и на очки подчеркнем декоративные элементы на коленках например на волосах можно использовать двойную линию также делать различную по ширине ее очки сверху подчеркнем белым и вот такой fire маркерами у нас с вами получился прислать и ваши результаты к нам в инстаграм мы с удовольствием их посмотрим мы публикуем у нас на странице а ссылочку на инстаграм вы можете найти в описании к этому видео и на этом я прощаюсь с вами не забывайте поставить лайк написать хороший комментарий и подписаться на наш канал всем пока и до новых встреч